Ну что, друзья, так и не дали мы немного отдохнуть вам. Группа Волощука СД вновь отправляется в поход. На этот раз летим в Арабию. Уж вы не обессудьте. Будем рассказывать, как там народ в Арабии живет. А заодно мы очень честно вам расскажем, как привечают там русских туристов и рок-звезд. Чем кормят, поят, на что спать кладут. Мы все покажем. И развлекают чем и как. Докладывать вам будем прям с колес. Уважаемые любители рок-музыки. У нас сегодня большой ресторанный вечер. Здесь, в этой гостинице, 9 ресторанов. Вот сейчас мы находимся в одном из них. Он называется лаунж-бар. Ну, это специальный такой лаунж-бар для тех, кто живет в клубных номерах. У него есть два зала. Один внутри, под кондиционерами, а второй вечерний на улице. Вот этим видовочком прикольным. Но сюда мы пришли просто на аперитив. У нас запись сегодня на 9 часов вечера в ливанский ресторан. Еще два часа у нас. Ну, посидеть, кофейку попить. Видите, они соблазняют тут всякими снэками. То есть, закусками по-русски, если перевести. Но я есть не буду. Меня просто так не соблазнишь. Я очень стойкий рокер. Вы же знаете это, что я очень устойчивый. Меня ничего не берет. Только красивая музыка. Вот это меня соблазняет. Вот это меня привлекает. Ну, и, конечно, красивые женщины тоже. Они меня окружают всю жизнь. Здесь моя прекрасная супруга, участницы рок-группы Волочук АСД, которые еще молоденькие, но уже красивые. Красивые, красивые. Про тот ресторан я расскажу поподробнее. Я буду его оценивать. Так что, до встречи в ливанском ресторане. Добрый вечер, уважаемые любители рок-музыки. Как я вам и обещал 2 часа назад, сидя в лаунж-баре, что мы вечером заказали столик в ливанском ресторане. С вот таким вот названием. Сказали, что это самый вкусный ресторан в отеле. Поэтому мы заранее заказали столик. И сейчас пройдем туда, будем все пробовать. Видите, вот такой вот он. Нафура называется. Пойдемте. В Москве я пробовал в ливанском ресторане, в одном на Покровке есть. Ничего, вкусно. Но здесь сказали просто высший пилотаж. Сейчас попробуем. Но вы же знаете, что Волочук АСД – это будущий тайный эксперт Мишлен. Поэтому они еще это не знают. Потом узнают. Пойдем. Не дай бог, они сделают нам невкусно. Они узнают тогда, кто такой Волочук АСД. Но пока нам дали самый лучший столик. Как русской рок-звезде, Волочук АСД. Сейчас будем все пробовать. Присаживайтесь, уважаемый любитель рок-музыки, вместе с нами. Посидим, посмотрим, что тут кормить. Ну, для начала нам принесли закусочку. Кисло-соленную морковку. Какие-то орешки. И маслины. Попробую. Я не знаю, какие-то орехи. Ну, похоже на миндаль. Он каким-то образом замаринованный, замоченный. Попробую морковку. Она в соленом соусе в каком-то. Малинарию в каком-то. Но внутри не промариновалась. Только сверху. Чуть-чуть такая кисловато-соленая. Ничего, оригинально. Пробую маслины. Маслины натуральные, без красителей. Я это сразу отмечаю вам, чтобы вы были в курсе. Потому что, когда они с красителями, они ярко-черные. Кто не разбирается в этом, думает, что это так классно. Нет. Вот это вот настоящие маслины. Они такие буро-бордовые. Ну, вот, принесли первое блюдо. Это баклажан. На гриле приготовленный. С чем-то там перемешанный. И к нему горячий, горячий хлеб. Горячий, горячий. Я ну, пробуем. По чуть-чуть. И здесь, если вы видите, гранатовые семечки. Ну что, попробовали вот это баклажанное блюдо. Оно состоит из жареных на гриле баклажанов. Потом пасты тахин, так называемой. Из кунжутного семени перетерта. Лимонного сока. И гранатовых семечек. Оно не соленое. Такое необычное для русского человека. Но, как закуска с вот этими горячими, вот этими маленькими лепешечками, очень хороша. Она не насыщает, а именно разжигает аппетит. То есть, закуска отличная. Вот, я бы так сказал. Хотя, участникам рок-группы Влащук СД не понравилось. А я говорю, неплохо. Если в наших русских ресторанах приносят масло с хлебом горячим, с хрустящим, то это ничем не хуже. Повторюсь, она разжигает аппетит, но не насыщает. То есть, ты остаешься готовым для поглощения других блюд. Нормальное. Ну, я как русский интеллигент, вы же понимаете, что без тостов я ничего не ем. Но, тем более, не пью. Поэтому хочу произнести тост. Вот мы пришли в ливанский ресторан специально, чтобы попробовать блюдо другого народа. И оно, конечно же, непривычно. Вот мы попробовали эту баклажанную икру с ингредиентами, непривычными для нас. Сейчас нам принесли блюдо, вроде бы приготовленное традиционно на гриле. Но будем пробовать, говорить. А сказать хочу, что человеческий мозг развивает все. Не только чтение, обучение, это наука. Но даже постижение новых вкусов. Оно тоже развивает мозг. Делает его более изощренным, более глубоким, более острым, вот так бы я сказал. Развитым более. Поэтому я хочу выпить за смелость за человеческую. Чтобы мы не боялись пробовать новое. Вот за это хочу выпить, давайте. За смелость за человеческую. Потому что даже пробуя непонятное блюдо, нужно иметь смелость. И не отказываться сразу. Что, ой, мне не нравится. Попробовать надо. А потом уже говорить, нравится или нет. Поэтому вот за вот это. Ну, я заказал себе половину цыпленка жареного на гриле. Ну, у грузин это цыпленок табака. Отбитый, вкусный, хрустящий. Я люблю цыпленка табака. Здесь не знаю, что такое. Попробуем сейчас, как они приготовили. Сейчас вот чуть-чуть отрежу себе. Так, какой-то соус. Хорошо сделан. Смотрите, картошечка. Запеченная с кожурой. И какая-то лепешка. Слушайте, а хорошо, очень вкусно. Реально вкусно. Но эти не обманули. Говорят, что это вкусный ресторан. Ну, все, хочу сказать. Цыпленок приготовлен. Очень хорошо. Очень вкусно, своеобразно он замаринован. Не так, как цыпленок табака. Вкусно. Реально вкусно. Очень вкусно. Лепешка острит немножко с перчиком. Ну, и цыпленок тоже с перцем. Подперченный. Вкусный. И пахнет хорошо. И на вкус отличный. Я не прогадал с выбором блюда. Плюс солености, видите? Ливанские. А ну. Опять-таки, по-своему, замаринованные. Это не наши соленые огурцы с помидорами. Я обожаю, конечно, наши соленые огурцы, помидоры, капусту, квашни. Это по-другому. Здесь все-таки уксус чувствуется. Но вкусно, оригинально. А вот клавишница из рок-группы Волочука Эжда Екатерине, Волочук, принесли жареные на гриле креветки с соусом с каким-то. Ну, и с травами, с морковкой. Но она мне великодушно позволила. Поэтому я, прежде чем, как попробовать, произнесу тост. За великодушие. От сердца оторвало. Говорит, пап, только не съешь там все подряд. А мне хоть чуть-чуть оставь. Поэтому я за великодушие и за щедрость хочу выпить. Щедрость русских людей, настоящих. За тебя, Катюх. За твою щедрость. Что ты позволила мне съесть одну креветку? Я должен, я обязан, потому что там же уважаемые любители рок-музыки смотрят. Они должны узнать, стоит ли ходить сюда, в ливанский ресторан. Сейчас я вам расскажу. А ну-ка, я руками, с вашего позволения. А ну-ка, а ну-ка. Ну что, обычная креветка на гриле. Ну, развернута, видите, как бабочка. Такой кисленький соус. Я так понял, что они любят кислое. Это кисловатая, не соленая. Вот эти все блюда, что принесли нам, тоже не соленые на закуску. Хлеб пресный. То есть, они, видать, не очень любят слишком соленые вещи. Но соус хороший, вкусный. Вместе с креветками великолепно. Хотя, вроде бы, что там, креветки поджарить на гриле. Но, как говорят французы, все решает соус. Если соус дополняет, тогда он оттеняет вкус и придет ему оригинальность. Вот это здесь сделано. Вот этот соус придает креветкам оригинальность. Хотя креветки обычные. А другая клавишница, рок-группа Волощука СД, заказала себе ихний шашлык. Из баранины. И великодушно, опять-таки, дала лидеру рок-группы Волощука СД, Волощуку СД, попробовать вот этот шашлык, чтобы доложить вам, вкусно или нет. Но, прежде чем приступить к нему, вы же понимаете, что я должен произнести тост какой-нибудь. Поэтому напрашивается следующий тост. За прекрасных русских женщин, которые сидят напротив меня. Классницы группы Волощука СД и продюсер. И режиссер прямо напротив. Которые великодушно мне позволяют попробовать то, что они заказали. Вот за вас, девчонки. Дай вам Бог счастья, здоровья и любви. И чтобы вы любили Волощука СД. Давай. Уважаемый любитель рок-музыки, приступаю к испытаниям. С Богом. Не поминайте лихо. А ну. Ну что хочу сказать. Я готовлю, наверное, чуть-чуть получше. Хотя, еще раз говорю, вкусно сделано. Абсолютно нормальный, обычный шашлык из баранины. Волощук СД готовит не хуже. Потому что Волощук СД любит, все-таки, делать лампчопы. Когда внутри мясо мягкое-мягкое, а сверху оно хрустит. Поджарить его так, знаете, аккуратненько нагрели, чтобы сверху хрустяще было, а внутри мягкое. А здесь просто шашлык. Кусок мяса. Ну, а повторюсь, сделано добротно, качественно, вкусно, нормально. Лепешечка и лук. Ну, традиционно. Как и все мы делаем. У нас в России. Уважаемые любители рок-музыки. Ну вот мне пронесли кофе-юк. Теперь я последний штрих попробую, а потом уже подведу итоги. Хороший кофе. Грамотно приготовленный. В меру горький. Имеется такой, как и должен быть кофе. Не горчит. То есть, хороший и пахучий. И подвожу итог по ресторану. А вы же знаете, что я всегда говорю честно. Иначе бы меня не пригласили в Мишлен быть тайным агентом. Понимаете, да? Тайным экспертом. Значит, сначала начну с еды. А потом об антураже окружающим. Первая еда обычная. Да, конечно, она национальная, ливанская. Значит, первая закуска. Баклажаны на гриле. Перетертые с тахином. То есть, перетертым кунжутным семенем. И с гранатовыми семечками. Такая пресновато-пресная. С лимонным соусом. Закуска, которая распаляет аппетит. С горячими они лепешками принесли. Грамотная закуска, скажу сразу. Мне понравилась она. Для меня это новый вкус. Я такого не пробовал никогда. Вот эти принесли закуски. Миндаль моченый, пресный абсолютно. По поводу еды. Мне принесли цыпленка. Ну, не табака, но тоже половинка цыпленка. Немножко отбитая. На гриле поджаренная. Типа цыпленка табака, но в своеобразном соусе. Вкусно. Катерине принесли креветки. Опять-таки, обычные. Единственное, что там был дополнен соус, который придавал оригинального вкуса этим креветкам. А так, обычные креветки. Второй клавишнице принесли шашлыки с бараниной. Опять-таки, обычное. Обычное приготовленное блюдо. Кофе. Ну, опять-таки, хороший кофе. Вот так бы я сказал. Хороший, пахучий и вкусный кофе. То есть, общий вывод по еде. Обычная еда. С их национальным колоритом. Я не могу сказать, что это, ах, как вкусно. То есть, то, как нам подавали, что здесь просто язык проглотить. Я такое сказать не могу. Обычная еда. Ну, с национальным колоритом. С ливанским. Это раз. Теперь по поводу антуража и обслуживания. Ну, антураж сделан в ливанском стиле. Если вы обратили внимание, их орнаменты. Играет их музыка национальная. Все время тихонько. Не глушит. Позволяет нормально разговаривать. Тихо. То есть, это грамотно сделано по поводу звука и по поводу этого орнамента. Но, извините меня, нам все время походилось ждать официанта. Но официанта не вышкален. Стоят, бакланят. А мне приходится сидеть ждать, пока он появится. Я же не буду щелкать пальцами и кричать, алло. Не вышкаленные ребята. Вот так бы я сказал. И самое главное. Вот они взяли, сказали, что надо записываться за два дня. Вот мы за два дня записались на этот ужин. Потому что расхвалили так ли сразу, а не попадешь. И сказали, только аж в 9.15 тут будет освободиться место. Мы пришли сюда раньше на 15 минут. Здесь было пусто. Здесь никого не было. То есть, я делаю вывод. Ребята набивают себе цену. Поэтому общая оценка ниже четверки. Еда на 4. Но вместе с обслуживанием, вот вы видите, нет этих официантов. Вот сейчас мне нужно ему позвать счет, попросить. Я буду сидеть, выглядывая, где он появится. Его нет. Это, повторюсь, это не вышкаленные люди, оборзевшие. Вот так бы я сказал. Я повторюсь, их к нам туда, к Аркадию Новику. Вышкалить быстро их. Либо вышкаргнуть. Таких работяг. Ну вот, вкратце. Поэтому ставлю 4 с минусом. Еда на четверку, обслуживание на тройку. Итого пополам 4 с минусом. Ну или кому, если нравится, 3 с плюсом. Хваленому ливанскому ресторану в гостинице Джумейра за Бальсарай. А выпью я, уважаемые любители рок-музыки, за Россию-матушку. И в особенности за Москву. Потому что наша столица становится столицей гастрономической мира. У нас великолепные рестораны на любой вкус. В том числе и ливанские рестораны есть на Покровке. В других местах. Я бывал, ел там. Вот так готовят. Поэтому за нас. За Россию-матушку и за Москву. За гастрономическую столицу мира. Вот так. Расскажет рокер Валащук. Расскажет. «Шай Gallery»